Детского сада во дворе Нашверника все же не будет. Почему власти приняли решение построить его в другом месте? Самарский опыт в решении проблем инклюзии. В городе состоялся 8-й общероссийский гражданский форум. Как Малевич пришел к Черному квадрату? И почему на русских художников повлиял Поль Сезан? Телеканал «Самары ГИС» организовал эксклюзивную трансляцию лекций в рамках программы «Дни Эрмитажа». Больше 20 тысяч тонн снега вывезли с территории города, начиная с ноября. Ежедневно на улице Самары в две смены выходят несколько сотен спецмашин и порядка 200 дворников. За месяц коммунальные службы израсходовали порядка двух тонн бионорда. На еженедельном совещании в городской администрации глава города Елена Лапушкина поручила руководителям районов тщательнее следить за своевременной упоркой сосулек со скатных крыш и наледи с тротуаров. Подчеркну важность необходимости работы по сосулькам, но и по скользким тротуарам. Сегодня сама тоже проходила. Очень скользко, очень скользко, поэтому надо дорабатывать все тротуары. Детского сада на улице Шверника не будет. Об этом сегодня сообщила глава города Елена Лапушкина. Напомню, строительство дошкольного учреждения на 132 места планировали начать в следующем году. На этапе согласования проекта с жителями мнения людей разделились. Городские власти провели поквартирный опрос, посоветовались с инициативной группой жителей близлежащих домов и решили строительство на Шверника не начинать. Глава города особенно подчеркнула, все решения по развитию города принимаются и будут приниматься только совместно с жителями. Как и обещала, мы в течение полутора недели очень внимательно работали на этой территории. Мы встречались с людьми, мы проводили опрос. И по итогам этого опроса могу сказать, что, конечно, есть люди, которые горячо поддерживают строительство детского сада и благоустройство прилегающей территории, но есть люди, которые и категорически против расположения детского сада на улице Шверника. И мы не можем не учитывать их мнение. Люди приняли на себя такую ответственность, приняли такое решение, и мы их поддерживаем. Поэтому строительство детского сада будет на другой территории. Процесс слияния двух самарских школ 107 и 152 одобрили родители обоих учебных заведений. Уже идет ремонт в 152-й школе, там привозят в порядок кабинеты. Свободные площади не использовались и пришли в запустение. В то же время в 107-й школе напротив тесно не хватает кабинетов, чтобы организовать обучение в одну смену. Принято решение объединить две школы в одно юридическое лицо и создать на базе двух корпусов современные, хорошо оснащенные учебные заведения. Подробности у Олега Зверева. Окна закрытой пленкой и утепленной монтажной пеной. Родители учеников 152-й Самарской школы в шутку называют ноу-хау. А если всерьез, то от холода не спасает даже это. Рамы, установленные еще в 60-м году прошлого века, во время строительства школы, стоят до сих пор. Требуется срочная замена. Одно окно стоит 10 тысяч. А когда их стоят 10, они стоят одно окно 5 тысяч. Неужели бы тут страх? Мне даже задали вопрос, говорят, что это такое? Нет, такого не должно быть. Школа номер 152 ожидает масштабные преобразования. Уже до нового года начнутся ремонтные работы. А к сентябрю 2021 года это будет одно из самых современных учебных заведений Самары. Планы обсудили представители родительского комитета школы на встрече с руководством городского департамента образования. Учебному заведению необходимо радикальное обновление здания. Материально-техническая база не пополнялась как минимум последние 10 лет. Закрытые кабинеты находятся в состоянии запустения. В здании планируется отремонтировать кровлю, коридоры и кабинеты, повсеместно выполнить отделку качественными материалами. Особое внимание пищеблоку. У нас самый главный заказчик по организации питания – это родитель. Все. Говорит родитель претензию. Значит, надо прислушиваться и справляться. Все работы планируется провести с опорой на мнение родителей и учеников. Но самое главное – в 152-й школе будет сформирован 10-й класс. После того, как долгое время школа была 9-леткой. В это помещение придут старшеклассники, в том числе и из соседней 107-й школы. Идею реорганизации путем слияния поддержали родители и учеников обоих учебных заведений. Мы сейчас провели большую работу. Было очень много, было несколько видеоконферент связи. Были споры, были напряженные моменты. И все-таки мы пришли к общему консенсусу, к общему знаменателю. В результате чего мы понимаем, что это шаг вперед. Шаг к тому, чтобы эта школа, старейшая школа в городе, получила свое новое развитие. Сейчас вместе с родительским контролем, вместе с родительским комитетом мы прошли по кабинетам. Мы увидели действительно, в каком плачевном состоянии находятся у нас кабинеты. Кабинеты, как на протяжении многих лет, они не использовались по назначению. И, конечно, сейчас с департаментом образования мы выделяем денежные средства на проведение ремонтных работ, которые не помешают образовательному процессу. Мы закупаем новую мебель. Для 107-й школы слияние означает расширение возможностей. Здесь не хватает учебных кабинетов. Из-за этого учебное заведение работает в две смены. Чтобы седьмым классам не пришлось третий год подряд учиться после обеда, на будущий год их уже в качестве восьмых переведут в отремонтированное помещение 152-й школы. Туда же отправится и 10-й класс. Для удобства будет организован школьный автобус. То, что школа 107 получит полноценные возможности для организации полноценного общеобразовательного процесса. Это первое, да, уроки в кабинетах, это дополнительные занятия, внеурочка после основных учебных занятий, секции, кружки, использование спортивного зала, спортивной площадки. Директор вновь образованной школы определится на конкурсной основе. Номер, под которым учебное заведение будет работать, определят на основе мнения родителей и учителей. Олег Зверев, Константин Головин, События. За сутки в Самарской области зарегистрировали 254 случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 22 355. Такие данные в понедельник 30 ноября опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 70 человек. Всего с начала пандемии из больниц выписали 19 866 пациентов. В 27 регионах страны, в том числе и в Самарской области, заработал новый телефон горячей линии по коронавирусу. Звонить можно по единому номеру 122. Напомним, телефон горячей линии 8 800 302 21 63 объединяет в себе несколько сервисов для граждан, включая Центр амбулаторной помощи пациентам с пневмонией COVID-19 для вызова врача на дом, контакт-центр по вопросам записи на прием, службу психологической поддержки, информационную линию. Теперь все эти сервисы доступны по короткому номеру 122. В Самаре составили 95 административных протоколов за нарушение масочного режима в общественном транспорте. Рейды проводятся ежедневно представителями профильных департаментов, компаниями-перевозчиками, добровольными народными дружинами и сотрудниками правоохранительных органов. За проверкой общественного транспорта наблюдала Елена Малютина. Забыл маску дома или не успел надеть, потому что платил за проезд. Типичное оправдание. А вот у этой девушки другие аргументы. Постановление губернатора для нее не писано. Во-первых, у меня нет, во-вторых, я не хочу ее одевать. Почему? Потому что я здоровый человек. А вы не боитесь заразиться от других? Я самостоятельно занимаюсь своим иммунитетом. Бью витамины, веду здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни действительно повышает иммунитет, но, к сожалению, не всегда может обезопасить от заболевания коронавирусом. Иногда болезнь протекает бессимптомно. Человек может и не знать, что заражает других. Поэтому маски в общественных местах, в том числе и в транспорте, обязательны для всех. Для нарушителей эпидемиологических требований предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей. Наказывать рублем тех, кто пытается проехать в общественном транспорте без масок, в регионе начали с октября. За это время составили 95 административных протоколов. Также наказывают и водителей, и кондукторов, нарушающих санитарно-эпидемиологический режим. Но есть исключения. Допускается нахождение водителя в изолированной кабине без маски. Во многом благодаря таким рейдам и проверкам, совместно с сотрудниками полиции, наши пассажиры стали более ответственно относиться к ношению масок. С начала осени высадили из общественного транспорта за нарушение масочного режима 850 пассажиров. А в метро не пустили более 8 тысяч человек. В метро ситуация намного проще. Здесь просто не допускаются люди, у которых вдруг этой маски нет. И мы видим, что, допустим, по ноябрю месяцу это свыше 700 человек таких было у нас. Все знают и видят, какие цифры идут заболеваемости и по стране, и по области, и у нас по городу. И все наши меры, они направлены на то, чтобы риск распространения этого вируса, он был бы сведен к минимуму. В последнее время пассажиры стали более ответственными к здоровью окружающих и своему. В метрополитене стали популярными терминалы бесконтактной оплаты. Для приобретения билетов их использует более 75% пассажиров. Также многие пользуются банковскими или транспортными картами и оплачивают рядом с турникетами. В круглосуточном режиме каждые 15 минут в метро звучит напоминание о соблюдении масочного режима. Сотрудники метрополитена соблюдают меры безопасности. Абсолютное большинство работников метрополитена понимает опасность, поэтому какого-то сверхконтроля стоять палкой и гонять никого не надо. Люди умные и прекрасно все понимают, какие есть риски, чем это грозит. На всех транспортных предприятиях города ежедневно проводится санитарная обработка подвижного состава. Пока действует режим повышенной готовности, рейды по выявлению нарушителей будут проводиться ежедневно. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. Постковид. Наши правы на жизнь. От болезней и депрессии к выздоровлению. В Самаре прошел 8-й общероссийский гражданский форум. Эксперты обсудили, как в период самоизоляции живут люди с ограниченными возможностями. На форуме побывала наша съемочная группа. Самара стала в этом году одной из пяти площадок, где прошел общероссийский гражданский форум. Это стало возможным благодаря активной жизненной позиции жителей региона. Состоялись подобные встречи по традиции в Москве, а еще в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В каждом городе обсуждали разные темы. В Самаре форум посвятили проблемам инклюзии, мерам поддержки и координации действий в период пандемии некоммерческих организаций, которые взаимодействуют с инвалидами, пенсионерами, заключенными и детьми-сиротами. Губернатор Самарской области Дмитрий Горьчазаров его поддержал и сказал, что нет, это нужно вообще развивать и вообще внедрять такие форумные площадки в регионы. Это очень важная вещь, чтобы люди могли встречаться, но не просто обсуждать. Самый важный итог – это набор конкретных действий. Это называется гражданский календарь. Для уязвимых групп изоляция оказалась более сложным испытанием. Например, усыновление сирот стало проблематичнее, чем до начала новой эпидемии. Но решения все же рождаются. Это знакомство будущих родителей с ребенком в интернете, а потом несколько гостевых дней в семье. Нельзя избыточной заботой зачеркивать будущую жизнь ребенка с родителями. Я вообще надеюсь, что в рамках этого гражданского форума это предложение будет принято, и Самарская область станет пилотным регионом, который это реализует в полную силу и покажет пример другим регионам, как можно работать и помогать детям обретать семьи. Пострадали за время пандемии люди с редкими заболеваниями, которым нужна регулярная медпомощь. Порой получить ее было практически невозможно. Значительно сказалось на качестве жизни наших ребят. В общем, действительно повлияло на их судьбу определенным образом. Поэтому очень важным, я считаю, в этой ситуации предусматривать возможность для лечения людей с другими заболеваниями, кроме ковид. Как следствие пандемии назрели в обществе и психологические проблемы – апатия, депрессия, страх перед вирусом. В Сызранском районе к таким людям помощь приходит в режиме онлайн. Реализовали подобный проект с помощью президентского гранта. Мы будем его реализовывать до сентября 2021 года, ну а потом тиражировать уже, потому что даже если, дай бог, вот эта ситуация с пандемией закончится, то мы, тем не менее, думаем, что будет востребована, особенно в отдаленных районах, такая помощь. На общероссийском гражданском форуме в Самаре эксперты озвучили успешные практики взаимодействия общества и государства, а также механизма минимизации социальных рисков в кризисных ситуациях. Самарский опыт планирует применять и в других регионах. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События. В 2022 году в Самаре могут начать строительство магистрали центральной, и средства на эти цели заложили в бюджете. Большинство россиян не понимают значений финансовых терминов, а иностранная валюта растет в цене. Подробности в новостях экономики. Здравствуйте, это новости экономики. Расскажу о них я, Светлана Кудрявцева. Средний размер ипотеки россиян впервые вплотную приблизился к 3 миллионам рублей в октябре. Это больше показателей 2019 года на 13,8%. Средняя сумма ипотечного кредитования в столице превысила 4 миллиона 800 тысяч рублей, а в регионах показатель составляет без малого 2,5 миллиона. Первый зампред правления СБИР Александр Ведяхин заявил, что в России ставки по ипотеке находятся на минимальных значениях за всю историю, и не исключено, что они продолжат снижаться. Строительство в Самаре магистрали центральная может начаться в 2022 году. На эти цели в бюджете заложили почти 4 миллиарда рублей, а в 2023-м более полутора миллиардов на возведение магистрали от Ракитовского шоссе до обводной дороги. Кроме того, 41 миллион рублей планируется выделить на проектирование строительства третьего участка магистрали от проспекта Кирова до улицы Авроры. Работы планируются в рамках концессионного соглашения. Объект должны построить в течение трех лет, а затем еще семь лет инвестор будет его эксплуатировать. Подавляющее большинство россиян, или 80%, испытывают сложности с пониманием финансовых терминов. Это выявил опрос Института русского языка имени Пушкина при поддержке экспертов финансового университета при правительстве. Особенно плохо граждане знают определения, связанные с мошенническими действиями. Например, фишинг – получение доступа к конфиденциальным данным пользователей, логинам и паролям путем массовых рассылок электронных писем от имени популярных брендов. Или скимминг – кража данных карты при помощи специального считывающего устройства скиммера. Подобные понятия знают лишь 7-12% россиян. При этом почти две трети респондентов ежедневно сталкиваются с финансовыми терминами. А подавляющее большинство, 93%, имеют с ними дело как минимум раз в две недели. И только каждый пятый опрошенный признался, что понимает такие термины. Российская валюта слабеет на фоне падения нефтяных котировок на 2% с начала суток. Нефть марки Brent торгуется на уровне 47 долларов 36 центов, а WTI – 44 доллара 7 центов. Основные российские фондовые индексы снижаются. Индекс Мосбиржи потерял 0,4%, РТС – 0,6%. Официальный курс доллара на 1 декабря – 76 рублей 20 копеек. Американская валюта прибавила 34 копейки. Евро – 91 рубль и 20 копеек. Европейская валюта увеличилась на 74 копейки. Так высоко евро на торгах Московской биржи взлетел впервые за две недели. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. Православные верующие начали подготовку к одному из самых светлых праздников – Рождеству Христову. 28 ноября начался последний из четырех многодневных постов года – 40-дневный рождественский или Филиппов пост, который завершится в сочельник 6 января. Традиционно верующие отказываются в эти дни от мясного, молочного, яиц и алкоголя. Рыбу можно все дни, кроме среды и пятницы. Однако воздерживаться в еде не обязательно людям со слабым здоровьем. Церковь никогда не запрещала принимать необходимую пищу больным. Поэтому сейчас, в период борьбы с пандемией коронавируса, необходимо с осторожностью подходить к жестким диетам, чтобы не ослаблять иммунитет, напоминают эксперты. В конце концов, истинный пост связан не с воздержанием от пищи, а с молитвой, покаянием и воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел и прощением обид, чтобы к празднику Рождества подойти с чистым сердцем и душой. В Самаре проходят дни Эрмитажа. В областном художественном музее можно увидеть черный квадрат Казимира Малевича. А в минувшие выходные самарцы узнали много интересных подробностей о жизни и творчестве выдающихся художников конца 19-го, начала 20-го веков. Лекции телеканал «Самара Гиз» транслировал в прямом эфире на Ютьюбе. Их можно посмотреть в записи и сейчас. А в режиме офлайн выступление эксперта услышала Гульфия Сафина. От постимпрессионизма к русскому сезонизму и супрематизму в Самаре проходят дни Эрмитажа. В рамках программы в областном художественном музее состоялась лекция о крупнейших течениях минувшего века. Какая связь между Сезаном и Черным квадратом Малевича? И почему Ван Гог лишил себя уха? Ответы дала эксперт из северной столицы. Вообще я очень рада участвовать в таких днях Эрмитажа в Самаре. Дело в том, что не у всех есть возможность поехать в Эрмитаж, Эрмитаж посетить. Но даже те, кто приезжает в Эрмитаж из других городов, как правило, они знакомятся с музеем в плане такой обзорной экскурсии. Самые главные вещи только по верхам. А вот в ходе таких программ, как та, что идет сейчас, у зрителей из разных городов, вот теперь из Самары, есть возможность поговорить о каких-то отдельных аспектах, погрузиться в них очень глубоко. Лектор рассказала, что вопреки сомнениям обывателей, основатель супрематизма Казимир Малевич, конечно же, умел рисовать. Согласно общепризнанным классическим канонам. Более того, он был самородком. И, судя по ранним картинам, не зная полотен импрессионистов, открыл технику живописи ради цвета самостоятельно. Пандемия внесла коррективы в проведении лекции. Вход в аудиторию ограничили с учетом шахматной рассадки. Вы даже записывали. Ну, в общем, да, потому что тематика интересная. И тем более не настолько я хорошо в этом ориентируюсь, в этом виде искусства, чтобы просто это все запомнить. Лекция содержательная. Я сама тоже художник, и мне это помогло разобраться в том, как исторически повторяется вот это все течение в каких-то других тоже отраслях. Достаточно случайно попало, меня вот подруга пригласила. И я просто обескуражена, потому что это удивительно, что у нас такое вообще проводит в Самаре. Телеканал «Самары ГИС» вел прямую трансляцию лекций на YouTube-канале. Поэтому узнать самые интересные факты о живописи 19-20 веков смогли и те, кто не попал в музей. Только за минувшие выходные трансляцию воспроизвели несколько сотен раз. Увидеть записи лекций можно и сейчас на наших официальных страницах в соцсетях. Гульфия Сафина, Василий Колдашов, Константин Головин. События. Пять лет назад, на 89-м году жизни, умер знаменитый режиссер Ильдар Рязанов. Его имя неразрывно связано с Самарой. Известный режиссер и сам говорил, что он волжанин. Он родился здесь в 27-м году, но вскоре его семья уехала. Во второй раз будущий режиссер оказался в Куйбышеве в августе 41-го в эвакуации. Он жил в 120-м доме по улице Фрунзе, где сейчас размещается музей, посвященный его творчеству. Ильдар Рязанов снял такие культовые фильмы, как «Карнавальная ночь», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Служебный роман», «Гараж» и многие другие. Баскетболисты Самары прорвались в полуфинал Кубка России, даже не выходя на площадку. А вот хоккеисты и футболисты свои матчи провели, но неудачно команды проиграли. Подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». Здравствуйте, с вами Андрей Грагуленко, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетболисты Самары без игр прошли в полуфинал Кубка России. Их соперник, клуб «Университет Югра», отказался от дальнейшего участия в турнире. Таким образом, Самара, которая является действующим обладателем Кубка, автоматически проходит в полуфинал турнира. Там она сыграет с победителем пары «Темп-Сумс» УГМК «Уралмаш». Хоккеисты ЦСКА ВВС начали второй круг регулярного чемпионата ВХЛ. Летчики на выезде встречались с новокузнецким «Металлургом». Ни в основное время, ни в овертайме команды так и не смогли забить голов. А потому судьба поединка решалась в серии булитов. Хозяева оказались точнее в исполнении после матчевых бросков. У ЦСКА ВВС второе подряд поражения по булитам. Армейцы расположились на 21-м месте в турнирной таблице. Самарские крылья Советов во второй раз в сезоне уступили конкуренту в борьбе за повышение в классе. Подопечные Игоря Осенькина с минимальным счетом проиграли Оренбургу на выезде. За развитием событий в матче следил наш корреспондент. В последнем выездном матче перед зимней паузой Самарские крылья Советов уступили Оренбургу со счетом 1-2. Хозяева поля распечатали ворота Ивана Ломаева в самом начале поединка. На пятой минуте Алексей Миронов нанес удар с лета и мяч рикошетом от штанги оказался в сетке. Во втором тайме волжане взяли игру в свои руки. На 66-й минуте ошибся голкипер Оренбурга. Александр Солдатенков восстановил равновесие в поединке красивым ударом через себя. Еще через 4 минуты Андрей Очуканов получил второе предупреждение за грубый фол на соперники и хозяева остались в меньшинстве. Подопечные Игоря Осенькина могли довести матч до итоговой победы, но Газовиков такой расклад не устраивал. В концовке Алексей Козлов ударил поворотом волжан. Мяч попал в руку Солдатенкову и судья уверенно указал на точку. 11-метровый реализовал Джоэль Фомие. Чешский наставник Оренбурга поздравил всех болельщиков с важной победой. Марцел Личко остался доволен игрой своих подопечных. А вот Игорь Осенькин пожаловался на некачественную работу судейского корпуса. После этого матча Крылья Советов опустились на четвертую строчку в турнирной таблице и имеют в своем активе 52 очка. Самарцы отстают от лидера первенства Нижнего Новгорода на 6 баллов. В последней игре этого года Крылья Советов проведут домашний матч с Красноярским Енисеем дома 5 декабря. Встреча начнется в 15.00. На этом все. Больших побед вам. Удачи! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА